Зимнего октября Зимнего октябрьского огня Зимнего октября 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 Если скульптор в камне и металле Наше время выгранит когда-то, Пусть не ставит дат на пьедестале, Время это люди, а не даты. Жил обзнамя трепетным огнем, Был бы профиль ленинской на нем, И само под знаменем крылатым Встанет время, в чьей руке кирка, А в другой руке всегда граната, Монумент строителя-солдата, Твоего товарищ-двойника. Если б нам свободных две руки, Если б в мире десять лет без боя, Мы б такое сделали с тобою. Впрочем, мы и так не должники. Твой год рождения, комсомолок. Они знали, что в этот день в Москве, В Малом Харитоневском переулке, Собрались их делегаты. Собрались, чтобы из молодежных союзов, Организаций, объединений, Возникших во всей стране, Создать единый российский коммунистический союз молодежи. Делегатов было всего сто девяносто четыре. Но они представляли молодость революции. Тысячи юношей и девушек, Которые плечом к плечу с отцами решали будущее отчизны. Резолюция. Первый съезд революционной молодежи России Выражает свою полную солидарность С рабоче-крестьянской властью В ее борьбе за коммунизм. Мировая контрреволюция Найдет в нашей среде решительный отпор. Пошли на нас искатели победы, И вранцы им четырнадцать держав Запихивали термосы и пледы, Чтоб не чихали в поле полежа. Какое нужно было сердце, Чтоб в нем отчизну отогреть. Пусть называют иноверцы Фанатиками нас и впредь. У них иная жизнь и мера, И волчья ненависть в крови, А мы фанатики, Чья вера взошла из братства и любви. В ту ночь, когда в бреду метался Ильич врачами окружен, На фронт восточный отправлялся С московских фабрик батальон. А там, поверь, зубцов старинных, В кремлевской комнате одной, Как бы мерцало с теорином Окно за темной стеной. Подал ли там команду кто-то, А может, просто вышло так, Но шаг замедлила пехота, И как-то сам смешался шаг, Ибо и часовой заметить мог, Идут, идут, идут солдаты, И все ступают на носок. Это было рождение в огне. Так рождается сталь. Вместе с комсомольским билетом, Вспоминал Николай Островский, Мы получали винтов и 200 патронов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А земля по хлебу тосковала, По живым ветрам над колосками, Но эпоха пули засевала И всходила острыми штыками. Нашу землю накормили в волю, Молодою кровью оросили, И застряло перекати поле Комом горя в горле у России. Говорят, что люди начинают Детство удивительно похоже Тихим словом «мама» на заре. После их качают и катают, Яблони цветут и облетают, Юность незаметно прилетает, Мужество его приходу тоже Точной даты нет в календаре. На перекладных плетется час, Вырастаем, женимся, стареем. Так ли это? Может быть, до нас жили так, Но мы куда скорее. Память начинается упрямо Там, где боевые времена. Может, первым словом было «мама», Только нам запомнилась война. Мы ехали шагом, Мы мчались в боях, И яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит Трава молодая степной малахит, Но песню иную о дальней земле Возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, гренада, гренада моя. Он песенку эту твердил наизусть, Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск и Харьков, ответь, Давно ли по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина не в этой лежи, Тараса Шевченко попаха лежит. Откуда, приятель, песня твоя? Гренада, гренада, гренада моя. Время это люди, а не даты, Смена поколений на посту. Вырастали трудных лет, орлята, А какую брали высоту? 16-летний комсомолец Аркадий Гайдар Считал, что у них была самая обыкновенная биография В необыкновенное время. Сибирский партизан Александр Фадеев. Всеволод Вишневский. Молодой начдив Владимир Азин. О скольких мы не знаем в лицо. Мы не нашли портрета Наташи Горшениной. В сумке убитого офицера армии Юденича оказалось письмо. Белогвардеец писал своей невесте. Вчера мы захватили красного разведчика, А он оказался Наташей, Горничной Анны Христофоровны. Ее допрашивал Мишель. Он ее сразу узнал и по своей привычке начал с шутки. Что же ты, красотка, Не подождала меня в Петрограде? Представь себе, эта горничная Нагло засмеялась и воскликнула. Города революции вам не видать. Ее пришлось повесить. На шее у нее висел зашитый В мешочек билет Союза молодежи. Добиться от нее ничего не удалось. А вот еще один рассказ. По фронтам неслась легенда О неистовом бронепоезде И его бесстрашном командире товарищи Макеевском. Водокачки хлюпали, И рожки играли Утром в Мариуполе, Ночью на Урале. Воздух вздохом выкрася В раздвижную щелку Пулеметом Виккерса Штукатурку щелкал. И не сразу узнали, Что красным бронепоездом номер три Командовала Людмила Макеевская, Девушка наша Прожженной шинели. Нас водила молодость В сабельный поход, Нас бросала молодость На кронштадтский лед. Боевые лошади Уносили нас На широкой площади Убивали нас. Одесские комсомольцы-подпольщики, До нас дошли ваши предсмертные, Ваши бессмертные письма. Дора Любарская. Через восемь дней Мне будет двадцать два года, А вечером Меня расстреляют. Жаль, что мало сделала Для революции. Ида Краснощекина. Милая сестра, Я ухожу из жизни С сознанием исполненного долга. Успокой маму. Борис Туровский. Мне осталось 24 часа жизни. Уверен, что младшие братья Пойдут по моим стопам. Но в крови горячешной Поднимались мы, Но глаза незрячие Открывали мы. Возникай, содружество, Ворона с бойцом, Укрепляйся, мужество, Сталью и свинцом, Чтоб земля суровая Кровью истекла, Чтоб юность новая Из костей взошла. От плуга, от винтовки, От станка, С лихих коней, От топок паровозных, Из бедных исп, Из поездов тифозных, Из-под тупых обрезов кулака. Какие горизонты и пути Откроет вождь? Куда и как идти? Союз молодежи И вся молодежь вообще, Которая хочет перейти к коммунизму, Должна учиться коммунизму. Коммунистом стать можно лишь тогда, Когда обогатишь свою память Знанием всех тех богатств, Которые выработало человечество. Но как же так? Кругом штыки, клинки, Броневики со смертью в черных люках, И пролетарский полководец Блюхер На Врангеле ведет свои полки. Перед вами стоит задача Хозяйственного возрождения всей страны, Реорганизация, Восстановление и земледелия, И промышленности На современной технической основе, Которая покоится на современной науке, Технике, на электричестве. Вы прекрасно понимаете, Что к электрификации Неграмотные люди не подойдут, И мало тут одной грамотности. В огнях созвездий электронный На обновляемой земле Венчают время не короны, Скафандры на его челе. И нужно, чтобы коммунистический союз молодежи Свое образование, свое учение И свое воспитание Соединил с трудом рабочих и крестьян, Чтобы он не запирался в свои школы И не ограничивался лишь чтением Коммунистических книг и брошюр. В чудесах электричества И урановых руд Славьтесь, Ваше Величество, Крылят мечты под облаками, Неси превыше всех одну, Пусть юность умными руками Такую выстроит страну, Чтоб голос новых поколений Сказал по совести людской, Ее не знал такую Ленин, Но видел именно такой. А вот как это начиналось. Ленинская партия стояла у истоков Коммунистического движения молодежи, У колыбели комсомола. Партия ленинцев поднимала набои на труд. Будь членами союза молодежи, учил Ленин. Значит, вести дело так, Чтобы отдавать свою работу, Свои силы на общее дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. А вот что еще запечатлела хроника тех лет. Секретарь Бауманского райкома Саша Косарев. Секретарь Бауманского райкома Саша Косарев. Но маленького тезку Карла Липхнихта и крестника Саши Косарева надо было одеть, накормить. Их тоже одеть, накормить, обучить грамоте. КОНЕЦ КОНЕЦ Товарищи, молодые рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, шестой всесоюзный съезд РКСМ принял единогласное решение о переименовании РКСМ в Ленинский комсомол. Ни для красного словца, ни из желания носить лучшие из всех имен мы приняли это решение. Нет, мы приняли его для того, чтобы по-ленински жить, работать, бороться, осуществляя заветы, оставленные нам Лениным. Мы призываем всю рабочую молодежь и крестьянскую молодежь СССР Вступать в ряды Ленинского комсомола и вместе с нами продолжить бессмертное дело Великого Учителя. Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть. Идеями пролетарского интернационализма, дружбы народов, оказания бескорыстной помощи братьям по классу с самого начала была проникнута вся воспитательная работа комсомола. Вот так готовились комсомольцы в мае 1928 года встретить свой восьмой съезд. Здесь, на восьмом съезде в ЛКСМ, заместитель председателя Реввоенсовета товарищ Шуншлих и вручил комсомолу его первую награду – Орден Красного Знамя. Лобастый плечистый от суда к съезду шел дорогой коммунистов товарищ комсомол. Я с вами говорю, я с вами говорю, как современник, как старый комсомолец говорю. Лобастый плечистый от суда к съезду – Орден Красный Зарёй. Лобастый плечистый от суда к съезду – Орден Красный Зарёй. Лобастый плечистый от суда к съезду – Орден Красный Зарёй. Пересекаем далёким дням шестидесятых лет. Так проходила молодость, как песня воспитана на дружбе и крови. Давайте вместе крич rasa воскресенье, бессмертно в нашей памяти живи! Давайте вместе крикнем и воскреснем, Бессмертно в нашей памяти живи. Так заучите ж, как стихотворенье, Всю нашу жизнь, чтоб молодость хранять. Глаза, глаза столкнулись поколения, И поздоровались, как старые друзья. Так проходила молодость, как песня, Воспитана на дружбе и крови. Давайте вместе крикнем и воскреснем, Бессмертно в нашей памяти живи. Давайте вместе крикнем и воскреснем, Бессмертно в нашей памяти живи.